Марафон В апреле вы принимали участие в Кишиневском марафоне. Можете немного подробнее об этом рассказать? Да, я решился на это, просто чтобы проверить себя. Мне уже скоро исполнится 50 лет. И как бы проверить возможности человеческие. Что касается жизни, я занимался тяжелоатлетикой. Это совсем другой вид спорта. Это, как скажем, силовой вид спорта. И решил проверить себя в аэробном виде, то есть в беге. И второй вопрос, почему я решил участвовать. У меня друг хороший в России, приехал сюда участвовать в марафоне, и у него не получилось. И решил вместо него попробовать. Как бы от имени Гагаузи. Я пробежал 158-м. Как вам это удалось? Было сложно? Последние 5-6 километров было сложно. А так до 35-36 я пробежал, как бы скажем, без усилий. Как я понимаю, это бег без остановки, да? Да, это бег без остановки. Кто участвовал когда-либо или ознакомлен с марафоном, знает, что во время пробега нельзя останавливаться ни за что, потому что могут быть судороги, может, головокружение. И продолжать надо даже во время бега без остановки в употреблении жидкости, то есть вода. Сколько длился этот марафон? Марафон длился 6 часов. Я пробежал за 4 часа 23 минуты. Василий Харлампевич говорит, что в Кишиневском марафоне должен был принять участие еще один уроженец Аддармы. Ну, жалко, что с России не приехал или, скажем по-другому, экстренно уехал Трандафилов Дмитрий, который должен был участвовать. Но надеемся, что скоро он в пробеге сверхмарафон 100 километров пробежит, приедет и пробежит. Это тоже уроженец нашего села, да? Да, это уроженец нашего села, он действительно занимается марафоном. Я пошел без подготовки, но у него результаты очень хорошие. О спортивных достижениях Василия Грек в тяжелой атлетике говорят стенды музея истории села Аддарма. Я так понимаю, вы свою жизнь посвятили спорту. Почему? Спорт я втянулся с детства, приблизительно с шести лет. Когда по телевизору, скажем так, когда отец, родители купили телевизор, я видел по телевизору спортсмена, соревнования, особенно Василия Алексеева. Находил колеса от тележек, такие круглые, какие-то гири. И за домом прятался и занимался, потому что запрещали родители, особенно дедушка, чтобы не получить травмы. И видно, получается, чем они больше запрещали, тем больше я стремился. Воля к победе делает человека сильнее. А успехи Авдарминзев создают история успеха Авдармы. Мы всегда рады высоким достижениям наших жителей, которые они показывают в тех или иных видах спорта. И Василий Харлампевич не стал исключением. Он участвовал в марафоне. Это не каждому дано. Мы очень горды им. И думаем, что впоследствии он будет показывать такие же высокие результаты. А может и другие наши жители тоже будут участвовать в данном виде спорта, в марафоне. Конечно, все победы Авдарминзев занимают свое достойное место в музее. Преодолеть дистанцию в 42 километра за 4 часа 23 минуты без особой подготовки в возрасте 50 лет и добежать до финиша 158-м и 192-х бегунов – это отличный результат и личный успех Василия Грек, участника второго международного кишиневского марафона 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин